И танцем учился, и гитаре учился Супер Я так тоже умею, кстати Хотя я не училась играть Ну, танцуйте вы лучше А есть еще волосы распустить, вот так вот Всем привет, меня зовут Николай Попов И это новая рубрика из разряда Притворяюсь новичком на онлайн уроках гитары Только в этом видео я решил позвонить преподавателям не по гитаре А преподавателям по танцам Которых нашел на авито и взял у них уроки онлайн А потом попытался удивить их своей игрой на гитаре Посмотрим, что из этого получилось Кстати, такой формат еще никто не делал на ютубе Так что поддержите меня лайком и подпиской на канал Хотя бы за идею, всем спасибо Также, друзья, у меня есть телеграм-канал, группа вконтакте, а также твич Ссылка в описании, буду рад тем, кто подпишется Здравствуйте Здравствуйте Ну что, давайте сделаем разминку сначала Посмотрим, что вы умеете В какой вы форме Да, я вообще танцами несколько лет занимался Думаю, что у меня очень хорошо получается Сейчас еще специально накачался Как вы думаете, подходит моя форма к танцам? Ну, качкам сложно наоборот танцевать Чем больше закачан, тем сложнее, на самом деле Я еще пресс накачал, могу показать Вот, смотрите, как Давай Хорошо? Супер Ну, я вам могу сейчас показать, как я умею танцевать Ну, давай Ну, чтоб я понимала, что ты умеешь За пять лет, да, я выучил три движения Получается, вот такое Потом вот такое Вот И круговое движение, получается Как вам? Мне кажется, тебя обманывали Что ты занимаешься танцами Мне кажется, так все могут А где стиль? Я еще, кстати, умею на гитаре круто играть Еще круче, чем танцевать Круче, чем танцевать? Слушай, ну, я хочу послушать прям Так скажите, как у меня танцы? Хорошо получается или не очень? Ну, надо поработать много Ну, ладно, давайте сыграю еще на гитаре На гитаре я занимался Еще больше, чем танцами Примерно 15 лет Сыграл Я прям в этот момент пожалела Что я в наушниках Это было очень громко Ты точно учился играть на гитаре? Я так тоже умею, кстати Хотя я не училась играть Да, точно Что-то мне кажется, ты меня обманываешь И танцем учился, и гитаре учился У тебя были настолько плохие педагоги Ну, давайте другую песню попробуем Не, ну Все-таки ты меня обманывал Играть ты умеешь Кузнечик, это было что-то разогревочное? Ну да Это был Такой своеобразный пранк Я так и поняла Я на самом деле ютубер Снимаю ролики То есть танцевать мы не будем? Нет, танцевать не будем Да, я обычно звоню гитаристам И притворяюсь новичком А сегодня решил попробовать Вот такой формат Позвонил преподавателям по танцам Ага Экспериментальный ролик Еще, кстати, никто не делал Такого на ютубе Посмотрим Зайдет, не зайдет Ну, интересно Кстати, есть предложение Если хотите, можем Вы станцуете под мою игру А я поиграю Да, можно попробовать Так, окей Ой, господи Мне бы тут не убиться, если честно Хотел бы сыграть композицию Птичка Хамали Наваи Знакомая? Да Да Можно Припевчик, да, я так понимаю? Ну, чуть-чуть куплет и припев Давай попробуем Сейчас там такое вступление Музыка 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 Круто Музыка Ну, ничего Мы не будем учиться, да? Ну да, на самом деле, да, я не планировал танцевать. Хотя бы, конечно, хотелось бы научиться, но как-то никогда не занимался. Ну по твою игру вообще очень здорово танцевать. Кстати, не всем удается на самом деле под гитару танцевать. Просто я еще снимаю ролики в чат-рулетке, мне бывает попадаются, редко, крайне редко, но бывает попадались, кто занимается танцами, и у них почему-то не получалось. Да потанцевать можно вообще подо всем, на самом деле-то. Главное, хотеть и уметь. А ты, кстати, в каком городе живешь? Я в Сочи. Этот город знают все, мне кажется, уже. Я был, кстати, в Сочи, как раз в этом костюме ходил в августе. Там ролик на улице снимал. Ага. Так, ну ладно, спасибо за урок. Спасибо тебе, было интересно. Друзья, те, кто хочет научиться танцевать, то можете записаться на уроки к Александре. Ссылки я оставлю в описании. Друзья, если вам не с кем разделить свои интересы, и вы не хотите пользоваться чат-рулеткой, то хочу вам порекомендовать приложение для знакомств – ковер. В конце порадуется каждый пацан, просто досмотрите. В ковре можно найти не только вторую половинку, но и друзей по интересам, или просто для похода на мероприятия. Скажем, друзья не хотят идти на стендап или концерт – такое бывает. Можете найти компаньона себе в ковре. А еще здесь собраны актуальные мероприятия в Питере, Москве и Екатеринбурге. Поэтому сразу можно выбрать место для первой встречи. То есть познакомиться с людьми можно прям под конкретное событие. Но самое крутое то, как здесь работают фильтры поиска. Вы можете отфильтровать людей по полу, возрасту, геолокации и интересам. Еще один огромный плюс – в ковре нет этих свайпов. То есть, если вам понравилась девушка, вы все равно сможете ей написать, а не как в других приложениях, нужно ждать лайк. Писать можно кому угодно вообще. Ну и парни, пока еще в ковре 70% это девушки, которые хотят познакомиться. И вы можете написать каждой. Конкуренции почти нет, и я не знаю, что еще нужно. Хотя помимо всего этого, в ковре есть подборка мероприятий 18+, для тех, кто любит погорячее. Так что не откладывайте, скачивайте приложение, сканируя QR-код на экране или по ссылке в описании. Здравствуйте. Здравствуйте. Что хотели бы? Какую цель бы подследовать? Я бы хотел научиться танцевать, потому что... Ну, я качаюсь уже несколько лет, и хотел бы как-то монетизировать свою накачанность. У меня есть такая бизнес-идея. Я хотел бы ездить по домам, вот меня люди заказывают, а я приезжаю к ним домой и танцую за деньги. Ну, что-то типа стриптиза, может не стриптиз, можно просто танцы. Уже, кстати, даже заказы есть. Я уже делал объявления на сайтах. Уже есть заказы, но вот я танцевать не умею. Хотел бы попробовать... Хотел бы научиться за урок танцевать. За урок танцевать, конечно, мы не научимся. Давайте я посмотрю, что у вас с пластикой. Я уже, кстати, даже танцевал ранее. Могу показать кое-какой танец. Может его как-то усовершенствовать. Давайте попробуем. Ну, например, я не знаю. Ну, вот такой вот. Могу покружиться еще. Так, давайте что-то начну. Могу вот так вот сделать. Вот так вот могу еще сделать. Плечиками могу еще подергать. А, раздеваться? Ну, я не знаю, ну как-нибудь вот так вот могу сделать. О, да, ну да, почищу сначала, сначала часть, и потом вот так вот допустим течение бедрами. А, вот так вот, да? Посмотрочка бедра. Чуть-чуть подняли, и бедра. О, 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 пошло, пошло. Потом можно опустить, да? Да. Сделать волну, 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 да. О, о, да, можно повыше поднять. Повыше поднять, да, раздеваться. И волну, волну, да, вперед, назад. Да, во-во-во. А если еще волосы распустить вот так вот? Обалдеть, еще можно поправлять. Во, все, уже у нас пол танца готово. Ну как, нормально? Отлично. Просто отлично. Для первого раза? Ну я, кстати, хотел бы еще продемонстрировать другой свой навык. Может быть, мне его получится монетизировать лучше. Я еще умею играть на гитаре. Вы еще умеете играть на гитаре? Да. Можно спестить. Можно сначала на гитаре поставить ее, а потом раздеваться под музыку, да? А можно послушать, как вы играете? Я вообще много лет, я профессиональный гитарист. Хотел бы сыграть. А танцами сколько занимаетесь? Танцами занимаюсь около пяти лет. Какой вид танца? Импровизационный. А в зал сколько входите? В зал около семи лет. Давайте, да. Сейчас сыграю. Как вам? Ну, танцуйте вы лучше. Ну давайте еще. Сейчас очки вот такие вот одену, и должно лучше получиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, прям волшебно. Лучше, чем танцуете. Так все-таки теперь играю лучше, чем танцую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам за урок. Мы могли бы с вами больше отработать движения и подтянуть ваши танцы к уровню того, как вы играете. Ну, на самом деле, это был пранк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, интересно. Но я все же хочу сказать, что у вас неплохие задатки для танца. Кстати, это костюм был, на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подождите. Это костюм? Ну, я же говорю, это пранк. Вы не хотите станцевать под гитару? Давайте что-то попробуем. Попробуйте, я сейчас послушаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, у вас очень круто получается танцевать, кстати, под гитару. Ну, вообще классно. Спасибо, у вас тоже классно. Прям то, что надо в музыке. Кстати, если хотите, я могу оставить ссылку на ваши контакты. Классное предложение, спасибо. Если хотите записаться на уроки по танцам Калини, то ссылку на ее контакты я оставлю в описании. Так, мы с вами будем танцевать, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцевать. Ну, мы же с вами, как бы я в зале для танцев, мы с вами хип-хоп планировали танцевать, правильно? Или вы что-то другое хотите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, я думал, я на гитаре хочу учиться играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, вы на гитаре хотите учиться играть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы же мне писали, как вы хотите танцевать научиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, брат писал, я, брат мой переписывался, я не знаю, он мне должен был найти учителя по гитаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он вам должен был учителя по гитаре найти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну это, конечно, интересно, потому что мне писал Валентин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, брат Валентин, да. А я Николай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы Николай? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я поняла. То есть вы танцевать не хотите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не планировал. Планировал на гитаре научиться играть. Планировали на гитаре. Ну, я не учу на гитаре играть. Я учу танцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не учите, да? Ну, прям, чтобы преподавать, нет. Я больше по танцам учитель. А, по танцам, получается. Да-да. На кип-коп там разные направления, женские стили, там, мужские. Я бы так удивилась, думаю, почему бы, думаю, с гитарой. Вот как интересно получилось. С гитарой? Ну, на самом деле, это такой пранк. Я на самом деле ютубер. А, вы на самом деле ютубер? Я на самом деле, я позвонил учителям, да, просто... Я бы хотел просто сыграть на гитаре, чтобы учитель станцевал под мою гитару. Давайте попробуем. Вот такое, да, и... Если, знаете, в принципе, я как бы люблю танцевать, я под любую, ну, как бы, люблю, знаете, там, иногда под барабаны, вот, под какую-то музыку танцевать, какую-то незнакомую. Да, писал, да, писал мой брат, да, просто я позвонил учителям по танцам и решил поиграть на гитаре. А на самом деле я гитарный блогер. А вы гитарный блогер? Гитарный. Слушай, ну это вообще классно. Я не знаю. Ну, у меня музыка такая немножко своеобразная. Есть там такое, там, например, ну, что-нибудь именно рок. Вот это вообще круто. Это очень классно. В разных стилях играю, да, просто так, предложил. Получится ли? Я могу станцевать под любую вашу музыку, если вы хотите. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, ну мне, наверное, надо сохранить эту композицию, протанцевать ее с этим, с басом. Ну, она такая редкая, мне кажется, она... Я, кстати, ее даже не слышал. Средкая? Ну, да, я не слышал ни разу, чтобы кто-то ее исполнял не на гитаре. Вот так. Да? Да, я не слышал. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тогда, тем более, если найти ее с басами, если сделать под нее танец с этим бум-бум, будет вообще классно. И, кстати, вы меня натолкнули на очень крутую идею. Ну, в смысле, это ваша идея? Вот, мне кажется, даже можно будет под нее какой-нибудь танец интересный сделать. Ну, именно такой, знаете, русский народный хип-хоп. Ну, мне кажется, эта музыка еще сложная достаточно. Вот, конкретно вот эта, которую я сыграл. Что? Отличная музыка, мне очень понравилась. Ну, давайте еще какую-нибудь, да? Да. Потому что я, в принципе, первую вообще не слышала. Ну, она новая для меня, интересная. Лучше, конечно, танцевать музыку, когда ты ее хоть чуть-чуть слышал. Вот, ну, ничего, все равно прикольно. Мне понравилось. Лучше, конечно, танцевать музыку. И, конечно, танцевать музыку. Лучше, конечно, танцевать музыку. Там, конечно, танцевать музыку. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Хорошо, но мне кажется, вот этот вариант самый лучший. И на голове там это как бы тоже хорошо. Это привлечет внимание. Друзья, хотел бы сказать, что я еще играю на гитаре «Искра» модель Самара. Ссылку на эту гитару я оставлю в описании. А если вдруг кто-то захочет купить себе такую гитару, либо какую-нибудь другую гитару, либо какой-нибудь еще аксессуар из магазина «Гитарная лавка», то по промокоду НиколайПопов вы получите еще и скидку. Здравствуйте. Здравствуйте. Как мы к вам обращаться? Николай. Николай, хорошо. На Авито с кем я общалась? Брат писал. Да, все верно. Хорошо. Правильно ли я понимаю, что запрос был в принципе научиться танцевать и двигаться под музыку? На гитаре я хотел научиться. Думал на гитаре. Важный момент. Я хореограф. Со мной общались как с хореографом. А, так что получается, я не помню. Я хотел взять уроки гитары. Наверное, либо вас, либо меня дезинформировали, потому что у меня вот непосредственно на Авито написано, что я хореограф, я учу танцевать. А, так получается, я хотел на гитаре научиться, а брат, получается, написал не тому преподавателю? Да. Я, к сожалению, не специалист по гитаре. Ну, не знаю. Я думал, урок гитары сегодня будет. Тогда предлагаю вам с ним связаться, и потом, если что, мне написать. Если вдруг какая-то... А я как раз пранки снимаю по гитаре. Вот, может быть, я... Может, вы мне тогда... Я плачу урок, может, вы мне станцуете? Ну, я сыграю музыку какую-нибудь, а вы, может, для ролика станцуете, раз уж созвонились. Ну, чисто под какую-нибудь песню. А я учу танцевать. Я, скажем так, относительно не так давно закончила сама танцевать. Моя задача сейчас научить людей танцевать, передавать с нами. Пока. Так, и как? Не получится никакую мелодию там? Я подыграю? Я просто не понимаю цель, во-первых, ваших видео, где вы стыкуетесь. У меня гитарный контент, я вообще блогер-гитарист. Да, так как позвонил учителю танцев, можно... Там вы станцуете, например, я мелодию сыграю, например. Вот, как идея. А какие направления вы играете, чтобы хотя бы прикинуть? У меня стиль фингерстайл. Там, типа... Ну, например, вот такой стиль. Не подходит? Как это? Да. Мы танцевали под все и под всякое. Не, ну могу другую мелодию сыграть, может быть. Что-то более классическое. Классическая музыка прям? Ну, что-то похожее, да, если есть. У меня есть станок, я в танцевальном зале. Можно что-то станкое сделать. Вот, например, по такую, может быть, получится. Или тоже не подходит? Она уже более мелодичная. Давайте попробуем. Под нее можно современную хореографию станцевать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение этой реакции смотрите в моем телеграм-канале, ссылка в описании. Также, друзья, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Давайте уже попытаемся добить 100 тысяч подписчиков к концу этого года. Также, друзья, если хотите записаться ко мне на уроки гитары, то пишите мне в любую соцсеть, ссылки также в описании. А если вдруг кто-то захочет меня просто так поддержать, ссылка на донат также в описании. Было круто. Спасибо. Спасибо тогда за танец. Взаимно. Необычный формат. Ну да, кстати, такого я не видел даже на ютубе. Как вам под эту песню танцевалась? Нормально? Комфортно? Она комфортная. Она мелодичная. Со временем танец под нее ложится мягче, легче, на самом-то деле. Нежели если брать какие-то народные композиции, также можно их осовременить, но тогда придется применять в том числе элементы народного танца, чтобы это было хоть что-то похожее. Либо скорее это будет эстрада, нежели народный танец. Если будут актуальны именно занятия по хореографии, либо любому движению, можно обращаться? По хореографии? Ну вообще я не планировал по хореографии. А, могу, кстати, ссылку оставить под роликом. Вот, уроки танцев. Как раз, может быть, кто-то посмотрит и... Может, кто-то запишется. Тогда все. Спасибо за урок. Взаимно. Все. Все, пока. Если понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на канал и отправляй это видео своим друзьям. Также, если есть у вас идеи для моих роликов, то пишите идеи в комментариях. Возможно, я и воспользуюсь этим. И напишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента. Посмотрим, сколько вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!